всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас с вами макияж в кораллово красно-розовых оттенках начну я свой макияж с использования сыворотки это у нас weekend мне очень нравится девчонки это сыворотка прям вот ее обожаю два нажатия достаточно впитывается она моментально и кожа преображается тоже моментально распределять ее даже нужно быстро потому что она прям очень впитывается быстро все уже впиталось я воспользуюсь тональным кремом это крем от эвелин а кто ищет матовый стойкий тональный крем а я вам советую он у меня с прошлого года остался в магнит косметики его покупала он еще и со spf 10 как база под макияж как корректор как тональный крем можно использовать еще он даже с гиалуронкой вообще крема а тональный от эвелин я просто обожаю и раньше когда пользовался ими постоянно то только такими девчонки он затирает порой делает их менее заметными причем абсолютно не жирнит ваше лицо оно становится как будто матовым не такой с легким эффектом загара почему я это делаю руками к вопросу могут возникнуть такие вопросы я не дружу девчонки со спонжами вообще не дружу поэтому я все равно наношу тональный крем пальцы дальше девчонки буду красить бровки своим любимым карандашиком начиная всегда макияж глаз именно с бровей и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Бровки сделаны, лицо уже принимает очертания. Сейчас я немножко подтушую их как бы внутреннюю часть, чтобы она выглядела более естественно. И зачешу их вверх. Дальше я воспользуюсь от Unilook фиксатором для бровей коричневым. Я покупала его в Галамарте и он мне, девочки, очень нравится. Прям реально нравится. Цвет достаточно светлый. Не рыжий никакой. Укладываю бровки, чтобы они у нас держались весь день. Ну вот. Будем красить глазки. У меня вот такая палеточка от AliExpress цвет 03. В предыдущем видео или в одном из предыдущих ссылочка на нее есть. Вот такие здесь модные трендовые цвета. Мы с вами начнем оформление бровей. Так. С вот этого... Ой, брови, господи, глаз. С вот этого светлого оттенка. Я нанесу его просто сейчас на все подвижное веко. дабы последующее нанесение теней было более комфортным. Они, конечно, слегка пылят. Но за такую цену, как бы, я прощаю этой палетке. Такое поведение. Так. Дальше, девчонки, беру вот этот светло-коралловый оттеночек. И на подвижное веко наношу его. Поближе к вам подвинусь. Мне вот этот цвет прям вот нравится больше всего. Обожаю. Наношу кисточкой фаберлик вот такой вот. Растушевочный, скажем так. Как она называется, наверное, в каталоге для теней. Так, и на второй глаз. Дальше, девчонки, беру оттеночек, который потемнее. Вот этот. И наношу на складку века. Ка выезжая за саму складочку. Тушуем все это дело. Они хорошо тушуются, как ни странно. Внешний уголок глаза я нанесу вот такой вот красивый оттеночек с шиммером. Не, не этот, вот этот вот. Он у нас идет с коралловым подтоном, хотя в палетке таким не кажется. Но он действительно с коралловым подтоном. Теперь я возьму вот такой вот оттеночек темно-малиновый. И еще раз подведу внешний уголок и наружный край глаза. Растушевываем контур наших теней, чтобы не было резких переходов. Немножечко его потушуем. Я имею в виду контур, который соприкасается с кожей. Готово. Неподвижное веко я нанесу светлый оттенок теней. Вот этот вот. Вот он типа хайлайтера. Чтобы наш глазик выигрышно смотрелся. Подчеркнуть бровь и высветлить тем самым эту зону. Дальше, девчонки. Я буду подводить нижние века и делать это буду именно темно-коричневым оттенком, как я и люблю. Если мы подведем тоже коралловым или розовым, это уже будет какой-то сценический образ. И смотреться не совсем хорошо. Поэтому я беру темно-коричневые тени и подвожу нижние века. Дальше, девчонки, я прорисовываю межресничное пространство коричневым каялом от Фаберлик. Мы не рисуем стрелку, а просто заполняем как бы пустоты между ресничками. Прорисовано. Теперь берем тушь. У меня это Эйвон от Марк. Такая вот трехступенчатая, что ли, скажем так. Мне она нравится. Я ей с удовольствием пользуюсь. И прокрашиваем реснички. Я обычно делаю 2-3 слоя. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это тушмарка в один слой. Сейчас я сделаю второй, к вам вернусь. Второй слой туши нанесен. Девчонки, показываю вам глазки поближе. Вот как это выглядит. Дальше я буду контурировать свое лицо. Для этого мне понадобится скульптор фаберликовский из палеточки и эйванские румяшки. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше приступаем к румяшкам. Дальше приступаем к румяшкам. Дальше приступаем к румяшкам. Теперь губки остались. Губки я буду использовать нюд. Нюд фаберлик. Вот такого цвета. Не хочу сюда делать тоже коралловые или розовые оттенки помад. Потому что тогда это будет бог знает что. Сами понимаете. Все сольетесь. Если акцент на глаза, губы делаем спокойными. Карандашик для губ у меня здесь такой вот нейтральный. Сейчас подведу ими губки и будем с вами наносить помаду. Но еще перед тем как это сделать. Верхнюю губку я люблю немножко вот хайлайтером. Тоже уголочек. Чтобы зрительно добавить объем. Губки у меня получились. Сейчас будем наносить помаду. Теперь можно слегка припудрить наше лицо. У меня из палетки хаберлик есть пудра. Потому что я ими не пользуюсь. Она мне особенно не нужна. Мне этой на 10 лет хватит. Слегка проходимся. Чтобы если вдруг у вас там что-то осыпалось. Все это удалить в процессе макияжа. И придать завершенности. Если пользуетесь какой-то защитой. Закрепляющей макияж. То сбрызгиваемся ей. Я эти средства не очень люблю. Вот и все мои красотки. Вот такой вот макияжик у нас сегодня с вами получился. Сейчас попробую показать вам его поближе и поярче. С зеркальцем. Вот оно. Давай свети ярче. Свети. Я надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Пишите свои комментарии. Любите ли вы коралловые, розовые, красные оттенки в макияже. Ну, а на этом все. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok